Де-факто выставка MWC 2017 начинается только сегодня, но некоторым производителям очень не терпелось показать свои новинки, поэтому они провели свои презентации чуть раньше официального открытия. В этом видео мы поговорим о девайсах, представленных в так называемые нулевые дни. Компания BlackBerry анонсировала выпуск смартфона, известного ранее под кодовым названием Mercury. Официальное имя устройства BlackBerry K1. Он представлен в классическом для канадского бренда Form Factory, отличительной особенностью которого является наличие аппаратной QWERTY-клавиатуры. У смартфона алюминиевая рамка по бокам и пластиковая рифленая панель сзади. Производительность базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 625 вместе с графикой Adreno 605 и 3 ГБ ОЗУ. Диагональ экрана 4,5 дюйма, разрешение 1620х1080 точек. Основная камера 12 Мп, а фронтальная 8. Помимо своей основной задачи, клавиатура может работать как тачскрин, а в кнопку пробел встроен сенсор отпечатков пальцев. Работает все это на Android 7.1 Nougat с фирменной защитой данных BlackBerry Security. Компания LG Electronics наконец представила свой новый флагманский смартфон LG G6. Основное внимание в G6 акцентировано на экране. Он называется Full Vision, имеет диагональ 5,7 дюймов и нестандартное соотношение сторон 2 к 1, которое сами представители LG почему-то называют 18 на 9. Для такого формата дизайнеры специально разработали оптимизированный интерфейс UIC 6.0, в котором экран делится на два одинаковых квадратных блока. Такая схема используется не только в режиме мультиаконности, но и внутри одного приложения. Новый флагман получил аккуратный внешний вид, двойную основную камеру с 13-мегапиксельными сенсорами и теперь не боится воды. Немного удручает использование прошлогоднего процессора Qualcomm Snapdragon 821 и всего три варианта расцветки корпуса – белый, серый и черный. В остальном же LG G6 оставляет приятные впечатления. Модель интригует присутствием выделенного ЦАПа, скоростной зарядкой и прочими плюшками, что вызывает желание протестировать смартфон вживую. Но сделать это получится только ближе к лету. Китайский техногигант Huawei тоже порадовал публику флагманом, а точнее даже двумя – P10 и P10+. Как и в прошлом поколении, главной фишкой устройства являются сдвоенные камеры основного фотомодуля с линзами Leica, гибридным автофокусом и системой оптической стабилизации изображения. Аппаратная платформа моделей представлена фирменным восьмиядерным процессором HiSilicon Kirin 960. Huawei P10 получил 5,1-дюймовый Full HD-экран, а старший P10 Plus – 5,5 дюйма с разрешением 2560 на 1440. Для девайсов предусмотрено сразу восемь разнообразных расцветок корпуса. Кроме смартфонов, показали второе поколение смарт-часов Huawei Watch 2 и Watch 2 Classic. Хронометры оснащены круглыми экранами диаметром 1,2 дюйма с разрешением 390 на 390, базируются на чипе Snapdragon Wear 2100 от Qualcomm и работают под управлением Android Wear 2.0. Киллер фичи часов можно назвать слой для установки на на-сим, что позволяет их полноценно использовать без привязки к смартфону. Руководство Samsung в Барселону новых смартфонов не привезли, вместо них показали планшеты. Первым стал ожидаемый многими Galaxy Tab S3. Планшет укомплектован Super AMOLED дисплеем на 9,7 дюйма, процессором Snapdragon 820 и 4 ГБ ОЗУ. Разрешение основной фронтальной камер 13,5 Мп соответственно. За звук отвечают 4 динамика, сертифицированные AKG by Harman. Также присутствует поддержка стилуса и чехла клавиатуры. Вторым планшетом от Samsung стал гибридный Galaxy Book с Windows 10 в качестве операционной системы. Модель будет выпускаться с диагоналями 10,6 и 12 дюймов. У новинки будет несколько вариантов начинки, вплоть до процессора Intel Core i5 седьмого поколения и 8 ГБ оперативной памяти. Samsung Galaxy Book имеет два порта USB Type-C для подключения периферии и будет поставляться вместе с пером S-Pen, а также полноразмерной клавиатурой с тачпадом. Сроки начала продаж и цены планшетов пока не сообщаются. К великому сожалению, компания Nokia не представила своего флагмана, но хорошие новости есть и у этого бренда. Во-первых, объявили о выходе смартфона Nokia 6 на мировой рынок, что очень хорошо, ведь изначально его выпуск был внедрен только в Китае. Из новых моделей продемонстрировали Nokia 3 и 5. Цена тройки 150 евро. За эти деньги покупатель получает алюминиевый корпус, 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280х720, процессор MT6737 от Mediatek, 2 ГБ оперативной и 16 постоянной памяти, 2 камеры по 8 Мп и сканер отпечатков пальцев. Nokia 5 слегка постарше, хотя внешне довольно сильно похоже на Nokia 3. Здесь сердцем девайса выступает Qualcomm Snapdragon 430. Разрешение основной камеры увеличено до 13 Мп, а диагональ дисплея до 5,2 дюйма. Цена составит 189 евро. И, наконец, вишенкой на торте стало возрождение легендарной Nokia 3310. Впрочем, из общего с легендарным предком у новой версии только то, что это кнопочная звонилка, аккумулятора которой хватает почти на месяц. В остальном, телефон сильно обновлен, цветной экран, камера, слот для карточек формата microSD и, конечно, новая 3310 значительно компактнее и легче своего предшественника. На этом сегодня все, но пока проходит МВЦ 2017, мы будем ежедневно выпускать видео, в которых осветим самые яркие события этой выставки. Поэтому подписывайтесь на канал и делитесь своими впечатлениями в комментариях. Скоро увидимся снова, пока! Также смотрите обзор DJI Mavic Pro и историю компании Nokia. Субтитры создавал DimaTorzok